Как и в этот вторник, консультировались крестьяне в два этапа. Утром с консерваторами, а вечером социал-демократами. Правда, в этот раз поиски партнеров по коалиции вел сам Саулюс Квернярис, который, судя по заявлениям лидера крестьян, станет новым премьер-министром. Утром политик заявил, что даже несмотря на уртиматум консерваторов, или мы, или соцдемы, говорить он намерен со всеми. Я считаю, что позиция консерваторов заслуживает уважения. В то же время мы являемся открытыми, и то, что мы говорили насчет широкой коалиции и возможностей переговоров, остается в силе. Если сегодня социал-демократы скажут «да», мы определенно начнем переговоры с социал-демократами. Лидер консерваторов ранее настаивал на том, чтобы в коалицию вместе с его партией вошли либералы, но те накануне заявили, что их об этом вообще никто не спрашивал. Непреклонностью в дискуссиях с крестьянами возмутились и однопартийцы Габриэль Рюса Лансбергиса. Вчера восемь членов президиума партии призвали своего лидера договориться с крестьянами и задуматься о благе страны. В результате председатель Союза Отечества сегодня пошел на уступки. Либералы, на мой взгляд, нужны партнеры. Перед выборами даже те самые крестьяне-зеленые были согласны. Саулюс Квернярис тоже упоминал, что это кажется ему приемлемым. Однако всем достаточно ясно, что либералы отстранились от каких-либо переговоров и дискуссий. Мы уважаем их решения и насильно их не тащим на такие переговоры и дискуссии. Аргердес Буткявичус, вчера, напомним, давал лишь 30%, что его партия пойдет в коалицию. Сегодня, находясь в Клайпиде, он уже говорил про готовность работать с крестьянами-зелеными. Кстати, именно за такие метания лидера соцдемов накануне осудил один из отцов-основателей партии. В письме, адресованном однопартийцам, Витянис Андрюкайтис обвинил Аргердеса Буткявичуса в непостоянстве. Премьер, якобы, лично пообещал патриарху не отклонять наложенный на Трудовой кодекс света президента, а на деле поступил иначе. К сожалению, все сложилось, как и всегда. Это был посредний раз среди многих случаев за последние 4 года, когда частая позиция Аргердеса Буткявичуса – одно говорить, о другом думать и третье делать – осталось неизменной. В формировании коалиции по-прежнему возможно несколько сценариев. Если соцдемы скажут «да», консерваторы наверняка уйдут в оппозицию, так как Габриэрис Лансбергес неоднократно заявлял, что не намерен объединяться с закрятыми оппонентами. Если же ответ соцдемов будет отрицательным, консерваторы готовы начать переговоры с крестьянами. Если Карбаускису все же не удастся договориться ни с теми, ни с другими, лидер-крестьян не исключает, что его партия станет единственной правящей силой в Сейме. Правда, в меньшинстве сами социал-демократы затянули свой президиум до позднего вечера. Денис Тарасенко, Сергей Шалкин, Мартина Свитцберес, Первый Балтийский канал.